Читинский психоневрологический дом-интернат – это пять небольших корпусов. Мужчины и женщины живут отдельно, в отделении милосердия свой приют находят пожилые люди. На первый взгляд, интернат напоминает детский лагерь, тропинки, припорошенные снегом, цветные деревянные беседки. Но несмотря на внешнее спокойствие, медицинская сестра Ирина Третьяк называет это место средоточием людской боли. Судьба каждого отдельного постояльца – трагедия с одинаковым финалом. И самое страшное, даже не тяжелая болезнь, а то, что эти люди зачастую не нужны своим близким. К примеру, престарелая мать долгие годы ждет сына москвича. Каждый день ей кажется, что он о ней вспомнил и, наконец, приехал. Она не выводится. Сын звонил, сын звонил, сын был, прибегает, запыхавшись. Ой, мне сказали, сын приехал. Так нету никого, Клава. А, нету, уходит. Раздать таблетки измерит давление только десятая часть работы медсестры. Все жители интерната особенны, к каждому нужен подход. Вера, к примеру, не смогла пережить развод. Тогда она осталась с грудничком на руках. С горя попала сначала в психиатрическую больницу, а уже затем в интернат. Медсестра стала для нее ближе родственников. Ей она даже посвятила стихи. Желаю вам хороших снов, больших надежд, хмельных перов. И пусть дужа не знает холода, как сад весной, как яблонька в цвету. Пусть будет сердце вечно молодо, бенцом бенчая доброту. Первое место в конкурсе названия лучшей медсестры социальной защиты края для Ирины не первая победа в этом году. Ранее она завоевала второе место среди лучших медсестер системы здравоохранения. Секрет успеха объясняет просто – никогда не лги пациенту, будь с ним честна и добра. Это лечит получше таблеток. Надо относиться как к обычным людям. У них особая психика, то есть они же все психически больные люди. И они очень остро чувствуют то, как ты к ним относишься. Надо относиться как к обычным людям. И они тогда, в общем-то, тоже к тебе относятся очень хорошо. Дарья Юринская, Владимир Николаев, ЗАПТ-ТВ.